Федеральные субсидии на жилье молодым алтайским специалистам увеличат в 16 раз, сообщает Политсебро. Председатель краевого парламента попросил в срочном порядке распределить средства по районам региона. Министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев сообщил, что работа в этом направлении уже ведется и срок постановки на очередь по жилью перенесен на 15 декабря. Добавим, всего на обеспечение жильем молодых сельских специалистов федеральный бюджет выделяет 831 миллион рублей. Здание бывшего госпиталя продают за рубль, пишет бийский рабочий. В 1890 году в городе открылся первый пассаж. Купец Михаил Клевцовск заказал сделать его в стиле модной эклектики с использованием мотивов русского стиля. Увы, сегодня любоваться ими лучше издалека, а здание представляет опасность, а желающих его отреставрировать до сих пор не находилось. В итоге памятник архитектуры выставили на продажу. Начальная цена чуть больше 3 миллионов рублей. Из них лишь рубль 18 копеек стоит само здание. Оставшаяся сумма – стоимость земельного участка. Барнаул больше не выйдет в море. Подводную лодку, названную в честь столицы Алтайского края, разберут на металлолом, информирует московский комцомолец. В 2002 году новость о том, что легендарная советско-российская атомная лодка «Щука-Б» названа «Барнаул» облетела все региональные СМИ. Тогда сообщалось, что это решение принял сам главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Владимир Кураедов. Сегодня стало известно о том, что субмарина «Барнаул» отбуксирована в бухту Чажма. Это приют для отслуживших боевую службу кораблей перед разделкой их на металлолом. Алтайский турцентр, признан лучшим в России, написала «Комсомольская правда Барнаул». Конкурсанты прошли три этапа – народное голосование, независимую оценку качества услуг и голосование членов жюри. В итоге в десятку лучших вошли организации из Вологодской, Калининградской, Ленинградской и других областей, а также из Алтайского края. Рубцовские педагоги совершенствуют профессиональное мастерство. В лицее «Эрудит» разрабатывают интересные проекты, в которых принимают участие школьники первых-четвертых классов и их родители. В игровой форме участники проекта проявляют творчество, исследуют новое, повторяют и закрепляют изученное, учатся систематизировать знания. Совместная форма обучения помогает эффективно усвоить материал и повышает интерес детей к чтению, резюмирует Рубцовск.Инфо.